Ну что ж, давайте что-нибудь такое сделаем забавное, красивое и самое главное легкое. Ну я имею ввиду для вашего желудка. Овощи, яйца, молоко, соль, все, кабачки. Ну это овощи, в смысле это к ним относится. Самое главное это наличие какой-нибудь офигенно острой классной овощечистки. Вот это прям, значит, делаем вот как. С самого края начинаем резать ленты. Нам нужны ленты. Переворачиваем, вот теперь она устойчиво, так сказать, стоит. Первые две, они не такие, знаете, сложите отдельные для того, чтобы они у вас были запасным вариантом. Значит, все основные ленты, ну вы понимаете, крайние самые тоненькие, а дальше к середине они все шире, шире, шире. Вот такие ленты получаются. Непростая эта работа из болота тянуть бегемота. Не спеша нарезаем вот такие ленты из морковочки. Даже если получается чуть-чуть неровно где-то, ничего страшного. Главное, чтобы стремление к ровному у вас не пропадало. Остается вот такая вот штука. Ни туда, ни сюда, здесь уже резать нечего. Ее куда-нибудь на суп или просто морковка сладкая. Вот сейчас, не знаю, купил в магазине. Просто супер. Так можно съесть или дети съедят. Переходим к кабачку. То же самое. С кабачком гораздо легче. Кабачок не такой твердый, как морковка. Но зато он шире. Поэтому с ним тут на каком-то этапе будет еще сложнее. Поэтому до серединки дойдете. Семенную часть не берите. То есть берите там, где у вас берет овощечистка. Пока овощечистки хватает. Там семенная часть начинается. Знаете, немного воды и она будет в кашку превращаться. Хотя, смотрите сами. Здесь на ваше усмотрение. У меня нет каких-то особых рекомендаций. Ну, типа, так делайте, так не делайте. Я второй кабачок тоже почикал. Ну и, соответственно, чувствую, что у меня сегодня будет еще овощной суп параллельно. Ну, вернее, после съемок вечером супруге приготовлю овощной суп. Значит, томатиков парочку надо взять. У нас получается, что кабачок безвкусный. У нас получается, что морковка очень сладкая. Я уже попробовал ее. И даже доел, пока шинковал безвкусный кабачок. Такой нейтральный, травяного вкуса. Томаты дадут кислинку. Чесночок обязательно. Маслица. Маслица даст вкус. Маслица вкусная всегда сливочная. Значит, немножко вот так, вот так, вот так. Значит, масло подтаяло. Поэтому я руками дальше продолжаю. То иначе у меня тут будет слой масла такого размера. С два пальца. Все, маслицем смазываем форму керамическую. И включаем духовку. Пока у нас тут процессы подготовительные идут, духовка заодно прогреется. Эх! Знаете, оказывается, не такая простая вещь. Вот, мусат. Почему? Потому что у каждого человека есть свой угол. Он каким-то образом меняет углы заточки. Не все чувствуют угол. У меня тоже есть такой косячок. Я поэтому всегда поглядываю и периодически на станочке довожу. Я просто к тому, что бывает, люди пишут мне, мол, Василий, какой нож порекомендуете? И мусат к нему. И вот это вот самое страшное. Здесь мы, получается, заложники ситуации. Мусатам надо долго приспосабливаться. Пока вы приспосабливаетесь, угол относительно мусата, вы его то заваливаете, то не дозаваливаете. И получается, портите кромку каждый раз. И вроде бы нож классный, а не режет. Вы такие, типа, что ты мне порекомендовал? Поэтому я стараюсь не рекомендовать ножи. Потому что вы вначале, я всегда говорю, возьмите себе какой-нибудь стремненький, дешевенький ножичек. На нем поиздеваетесь, потренируйтесь, а потом уже берите какой-нибудь себе путний. Заодно руку набьете. Значит, тонюсенькими ломтиками режем томат. Томат морковки, брат. У меня что-то слишком гламурный томат для такой запеканки. Но что делать? Такой попался. Какого-то другого не нашлось. Нифига какой гламурный. Значит, смотрите, все остальное доедим. Нарезаем запасом. Тоненькие ломтики томата. Он даст кислоту в нашем блюде. Теперь томаты. Ставим вот сюда. Прилипляем к стенкам. Делайте чуть нахлёст. Так вкуснее будет. Это у нас будет такой корж из томатов. Знаете, край такой будет красивый. В общем, распределяйте, как получится. Здесь важно освоить все томаты. У меня от тика в тику получилось. Теперь самое сложное. Берем кабачок. Скручиваем в рулетик. Оставляем. Такое блюдо нужно делать с детьми. Потому что масса кропотливой работы, мелко кропотливой. Оно такое получается забавное. И нужны помощники обязательно. Потому что одному все можете в субботу начинать, к понедельнику как раз закончите. Но зато будет красиво. Супер. И то же самое делаем с морковкой. С морковкой сложнее, она плотнее. Но, тем не менее, разворачивается. Зараза, смотрите. И ставим туда. Морковку хрен ты так вот выложишь. Морковка, ее скручиваешь, она обратно пытается раскрутиться, потому что плотная. Кладите ее под что-нибудь, типа под нож. Вот такие рулетики нам нужны. В общем, крутите. Крутите, Шура, крутите. Внутри-то они золотые. Так, ну что, уже подходим к финалу. Уже ночь на дворе, да, подходим к финалу, крутим. Так, посмотрим. Надо составлять. Если не хватит, еще докрутим. Ставим в начале кабачки. Потому что, мне кажется, кабачки-то друг за дружку держатся. С морковкой уже будет не так. С морковкой будет не так легко. Так, видите красоту? Запомните, больше никогда на моем канале такой хрень я делать не буду. Просто, реально, я умотался 16 минут. 16 минут я только укладывал вот эту всю штуку. Это ж, это ж просто... Нет, если вам вообще делать нечего, конечно, обязательно это сделайте. Я думаю, что вы там не просто поржете, а вот оцените. Труд мой круг. Все рыжие, блин, руки все еле отмыл. Пальцы вон все равно рыжие все от морковки. Ну вот. Финальный штрих. Два яйца. Твердый сыр. Граммов 50, там не больше. Ну, то есть, не надо все превращать в сырную массу. В такие вещи всегда пойдет какой-нибудь отход. Что там у нас осталось? Я помню, там народ постебался надо мной. Где? В грибах копченых. Нифига, говорит, у тебя остатки. Коммент был такой. Нифига, говорит, у тебя остатки. Ну, говорит, у нас столько сыра мы из магазина приносим. Оп. Вот столько сырка. Мы измерим. Мне интересно, вот я же всегда на глаз делаю. Сколько здесь сыра у меня получается? Семь. Пятнадцать. Двадцать граммов. Все, двадцать, достаточно. Ладно, раз у нас тут такая маза пошла с весами, добавляем сюда 100 миллилитров молочка. Но у меня в холодильнике было только топленое, поэтому топленое все добавил. Перец. И соль где-то была у меня вот так, чуть-чуть соли. Давайте вот так сделаем. Сюда немножко соли. Все, у меня плита как раз разогрелась. Осталось только вилочкой все это взболтать. Такой, знаете, омлетик должен получиться у нас. Чеснок я перед тем, как заливать. Яйца смешали. Чесночок оп. Выдавили. Из шкуры. Видите, вроде зубчика два, а толку тут от них особо нету никакого. Распределите тут эти кусочки чеснока сверху перед заливкой, а дальше посмотрим, как будет вести себя чеснок. Ну что? Значит, нужно залить так, чтобы у нас верхушки видно оставалось. Вы меня понимаете, да? Если сейчас зальем все доверху, вкуснее, конечно, будет, но мы потеряем овощи. Супер! Все, и убираем в духовку. Градусов 180 примерно минут на 25. Друзья, ну, в общем, я тут смотрел, смотрел, тыкал, тыкал. Оставил в итоге на 30 минут. Оставил на 30 минут, потому что, знаете, можно аккуратно так ткнуть морковочку, посмотреть, как она по своей текстуре. С кабачком все понятно. Да, ну, морковка такая, прикольная морковка. Рабочий вариант. Но аромат помидоров делает весь процесс. Я буду не резцы ковырять. Итак, палку-ковырялку. Пахнет вкусно. Сыр, яйца запеклись. Сок, правда, пошел от овощей. Ну, ничего, классно. Давайте будем пробовать с краю. Морковка очень вкусная. Меня ни капли не смущает, что она слегка аль денте. Я думаю, что если вы ее доготовите полностью, до мягкого состояния, возможно, что не все ее захотят есть, потому что вареная морковка, она такая, проезжает сквозь зубы, знаешь, как еда для старичков. С кабачком то же самое. Но он сам по себе мягкий. Он больше приготовлен, но при этом тоже слегка-слегка подхрустывает. В остальном не хватает соли чуть-чуть. Добавлю это уже такие нюансы, которые, скажем, ну, там. Лучше не досолите вначале, потом добавите. Пересолите, не отнимите соль. И томат. Морковки, брат. Не, пахнет это все очень, знаете, по-домашнему. Сливочный вкус. Сладкая морковка. Она немножко аль денте. Она не в кашу не превратилась. Легкий привкус сыра. Если вы не будете туда перебарщивать сыр и превращать сыр на запеканку. Между овощами омлетик прям. Я думаю, что холодная она будет вообще другая по вкусу. Сравнивать нельзя. Холодную, горячую. Но мне нравится. Это у меня супруга с удовольствием на такую штуку согласится. Мяса никакого нет. Она такая полувегетарианская. Скажет, о, то, что надо. Ну, слушайте, вердикт таков. Красиво, прикольно. Гемора просто пипец. Представляете, сколько это я там? 16 минут крутил и 30 минут запекал. Поэтому не всегда стоит верить рецептам. Но для того, чтобы, так скажем, развлечь вас и развлечь себя, вот это удачный очень вариант. Вкусно. Три овоща, сливки, сыр, яйца. Все. Забавно, интересно, по-домашнему, просто вкусно. Я вас поздравляю, тех, кого, кто, вернее, решится на это все. Ну, и, конечно же, знаете, можно для девочек. Вот вы там девичникам собираетесь. Ну, вот втроем, вчетвером накрутили, поставили. Вот прям, я вам обещаю, бокальчик белого венца. Вот такую закусочку из овощей. Можете тостики из бездрожжевого хлеба какого-нибудь такого, итальянского, слегка пожарить. Там трюфельной солью посыпать. Ну, знаете, так по-девчачьи, по-гламурному. Вот это очень хорошо подойдет. Приятного аппетита. Попробуйте обязательно и напишите в коммент, типа, как получилось, нет, или вообще, что вы думаете об этом.